25 августа в офисе компании «Кончи цемент Волга» состоялась пресс-конференция, посвященная строительству цементного завода компании «Аньхой Кончи цемент» в Терегульском районе. Правда, попасть на пресс-конференцию журналистам было не так-то просто. В офисе дверей их встречала группа агрессивно настроенных людей. Они попытались перекрыть вход в офис китайской компании, так что прорываться журналистам пришлось действительно с боем. Несмотря на нервозную обстановку на входе, сама пресс-конференция прошла в спокойной и деловой атмосфере. Директор корпорации развития Ульянской области Сергей Васин и два заместителя «Туннанцун» и «Джао Дунзун» рассказали о будущем завода, пожалуй, все. Главное то, что завод действительно будет экологичным, или как его называют «Туннанцун» – «зеленым». У компании «Кончи» сейчас около 300 заводов по всему миру, и они являются самыми современными и экологичными в мировой цементной индустрии. Делать грязный завод ради одного Ульянска никто не собирается. У нас технологии на 5 лет современные, у нас наши священские, американские товарищи, конкуренты. Ну, на российские мы можем не спромно говорить на 10-15 лет еще со временем. Вам срочно нужна модернизация. Сергей Васин же подчеркнул, что слухи о мусоросжигательном заводе, которые распространяются в интернете, полностью не соответствуют действительности. Что касается мелового карьера, на котором будет добываться сырье для завода, то, как подчеркнул Сергей Васин, распоряжается его запасами даже не Ульяновская область, а федеральная структура Роснетра, и они скоро пройдут аукцион. То есть мел возле подкуровки будут добывать в любом случае. Другое дело, будет ли это зеленый китайский завод или чей-то еще, и не факт, что экологичный. В свою очередь, Ульяновская корпорация развития пытается повлиять на то, чтобы на аукцион пошла не вся территория месторождения, около 700 гектар, а лишь около 20% площади. При этом 70 гектар месторождения уже сейчас находится на территории поля. По словам Сергея Васина, разрабатывать только эту площадь будет около 15 лет. Об экологичности добычи говорит и то, что от карьеры к заводу компании Конч собираются построить закрытый транспортер, а не возить мел на грузовиках. Что же касается рекультивации земель, то по словам Тони Нансуна, в Китае на месте карьеров они создают искусственные озера и разбивают парки. Так что если это позволит экологическая экспертиза, со временем они могут и на Таштинском месторождении сделать то же самое. Затронули на пресс-конференции и тему налогов, которая будет отчислять бюджеты разных уровней китайский завод. Во все бюджеты разных уровней это миллиард, бюджет Ульяновской области, бюджет Ульяновской области, то есть поселение районный и областной, это порядка 500 миллионов рублей в год. Поселение будет поступать 10 миллионов рублей. В настоящее время поселение бюджет около 3,5-4 миллионов рублей. За годовый год? Годовый, да. То есть фактически в три раза будет больше поступать от этого предприятия, чем они имеют счастье. Но противники строительства не желают слышать ни об экологической безопасности, ни о налогах, ни даже о социальной поддержке, которую готовы оказать китайские инвесторы. От персональных стипендий для студентов до поддержки малоимущих семей, соседствующих с заводом в селах. Мы увидим, что жители против, просто эти жители дезинформированы. Они не знают и не представляют в себе, в мире еще существует зеленый хороший цементный завод. У них в голове просто сложились впечатления, что цемент – пыльный завод. Очень грязный. В радиус километров все будет пыль, все будет под цементом. Трудно им объяснить нам, потому что если люди сами не видели... Но все-таки хочется верить, что китайские инвесторы и корпорации развития смогут найти общий язык с теми, кто сейчас просто введен в заблуждение. Игорь Улитин, Юрий Конихин. Новости дня. Продолжение следует...